На данный момент уже 46 школ и детских садов получили положительные заключения комиссии о подготовке к новому учебному году. Сегодня цель объезда мэра города по учебным заведениям заключалась в том, чтобы проверить ход реализации мероприятий, которые предусмотрены государственной программой «Столица». В 29-й школе произвели косметический ремонт в классах и коридорах, покрасили фасад, заменили межпанельные швы, старые деревянные окна на новые пластиковые и отремонтировали столовую. Также в планах полностью обновить торгово-техническое оборудование. Кроме этого, мы каждый год стараемся обновлять парк компьютерной и техники. В частности, у нас в этом году мы приобрели 5 комплектов мультимедиа для кабинетов учебных. Кроме этого, в один кабинет еще дополнительно приобрели и интерактивную панель. Таким образом, у нас уже в школе 4 интерактивных панели, самые современные, которые позволяют использовать цифровой контент для обучения учащихся. Что касается эколого-биологического лицея, то комиссия будет проверять подготовку к учебному году только 18 августа. Всего в этом году здесь будут обучаться 565 детей, и из них 60, которые пойдут первый раз в первый класс. По программе «Столица» полностью завершен ремонт межпанельных швов и идут работы по замене оконных блоков. Сейчас были на эколого-биологическом лицеи, там по тем же причинам идет некий сбой, но проговорили, как это будет выглядеть с учетом отставания графика, в том числе и во время учебного процесса, когда закончится занятие в школе. После окончания занятия подрядчики будут продолжать работать. Сроки окончания контракта в 1 октября подрядчик должен успеть все, и деньги, которые предусмотрены на очень важные цели, тепловые свойства зданий, чтобы не проветривать, чтобы не замокало, это очень-очень важно для комфорта детей. Кроме объезда по школам, градоначальник также посетил Дом культуры «Автотек». По программе «Столица» предусмотрено 12 миллионов рублей на ремонт фасада и замену окон. Эти работы сейчас активно ведутся. Более того, из муниципального бюджета добавляют 1 миллион 600 тысяч рублей на замену люстр. Этот зал, он востребован очень и молодоженами. Сюда любят приезжать и фотографироваться. И многие заказывают торжественное бракосочетание именно в этом зале. Очень уютно, хорошо. И я думаю, что этот Дом культуры, мы его будем бережно хранить с его историческими, культурными особенностями для города Магадана.